Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили лету, сколы, поезды. Из-за принят, уезжаем. Этой ночью огонь охватил несколько автомобилей, припаркованных возле одного из шамкенских рынков по Алматинской трассе. Загорелись прицепы двух грузовых автомобилей «Газели» и заброшенное помещение. После чего пламя перекинулось на рядом стоящие легковые машины. Пожар потушили, пострадавших и погибших нет. Причина возгорания выясняется. На месте происшествия были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава департамента ПУЧС. Общежитие в лице и интернате загорелось в Атерарском районе Туркестанской области. Огонь охватил огромную площадь 560 квадратных метров. В общежитии в момент возгорания находился сторож. Он вызвал пожарных и выбрался из объятого огнем здания. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Разыскиваемых за убийство жителей Шамкента задержали в Московской области. В результате совместных действий правоохранителей двух стран было установлено местонахождение и задержание подозреваемых в жестоком преступлении. Зимой прошлого года они проникли в чужой дом. Используя биты и металлические прутья, они избили троих мужчин на почве личной неприязни. От полученных травм один из пострадавших скончался. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан. В Шамкенте остановили водителя с задолженностью в 110 миллионов тенге. Сообщение о водителе-должнике правоохранители получили по программе «Кургау. Опасный водитель». За владельцем автомобиля марки «Мерседес-Бенц» числился долг около 110 миллионов тенге. Полицейские провели разъяснительную работу с водителем, а иномарку отвезли на штрафстоянку. Должник сможет забрать «Мерседес» только после уплаты всех долгов. Спасатели подвели промежуточные итоги купального сезона. По их информации, с начала лета на водоемах страны погибли 100 человек, 35 из них – дети. И это при том, что пик жары еще не пройден. Сейчас, в самый знойный период, казахстанцы массово устремились к воде. Однако, далеко не все соблюдают правила. За два летних месяца оштрафовали уже 800 человек на весьма солидную сумму – 21 миллион тенге. Штраф за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах сейчас составляет почти 26 тысяч. Самый распространенный проступок – купание в неположенном месте. Абсолютное большинство погибших – 90% – это мужчины в возрасте 40 лет. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов и не допускайте их самостоятельного купания. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых и необорудованных местах, где установлены запрещающие знаки и в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва. Не подплывайте к катерам и лодкам. Больше 60 фактов незаконной продажи вейпов зарегистрировали в Казахстане. Это цифры с 20 июня – дня введения в силу закона, запрещающего их распространение. По данным ведомства, большинство случаев приходится на Астану, Алматы и Жамбунскую область. Сейчас по всей стране правоохранительные органы проводят рейды. Напомню, за нарушение закона предусмотрен штраф до 200 МРП. Это порядка 750 тысяч тенге. Общественные работы, либо арест до 50 суток. Участковыми инспекторами полиции проводится работа по входе встречи с населением в своего административного участка. Разъяснительные работы по доведению новелл законтеса. Если вы заметили продавца вейпов или где-то кто-то продает через социальные сети, если кто-то гражданин заметил, он имеет право обратиться по телефону 102 и сообщить об этом органам полиции. Полиция примет незамедлительные меры реагирования. С начала года на казахстанских дорогах в дорожно-транспортных происшествиях погибло 126 детей. Травмировано больше трех тысяч несовершеннолетних. Обеспечение дорожной безопасности – приоритетная задача полиции. Министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах. Полиция рекомендует обучить детей правилам дорожного движения и следить за их соблюдением. Не оставляйте детей без присмотра на дороге, особенно вблизи проезжей части. Обязательно используйте детские автокресла или сидения для перевозки маленьких детей. Объясните детям, что делать в случае аварии или чрезвычайной ситуации на дороге. Четким правилам дорожного движения должны следовать и водители. Всегда пристегиваться ремнями безопасности. Не отвлекаться на телефон – это значительно увеличивает риск аварии. Не превышать установленное ограничение скорости. Поддерживать дисциплину и порядок на дороге.